Девушки отдыхают На бокс подобрать и сестры уповать, а не свои планы строить Вот, и у нас цикл проповеди, который мы начали еще в прошлом году, называется «Большие уроки от самых маленьких» Мы с вами разбирали всяких жучков, паучков разбирали, утят разбирали, да? Да? Разных маленьких животных, потому что все это, как вот Иисус любил, да? Он рисовал притчи, какие-то истории из обычной жизни, показывая в этом духовный смысл Мне кажется, это как раз вот тот стиль, которым проповедовал наш Господь Иисус Христос И поэтому давайте сегодня посмотрим еще один небольшой сюжет о... Сегодня мы посмотрим о рыбках, но о непростых рыбках А о... нет, не о золотых, а о слепых рыбках И потом продолжим проповедь Внимание на экран А эта рыба жестоко обижена судьбой У нее нет глаз Но смотри Она ни разу не наткнулась на препятствие Ты видишь волны, которые оставляет рыба? По их отражениям и ориентируется она Колебания в воде это своеобразный способ передачи информации Теперь понятно Большой шар, большие волны Это опасно Такие волны вызывают крупные предметы Им может оказаться хищник Маленькие волны от маленьких объектов То, что меньше меня, я могу съесть Они видят мир боком Специальными клетками боковой линии Вот такой небольшой сюжет об этих слепых рыбках Которые удивительным образом плавают Вы видели, там ученые их поместили в аквариум Где всякие лабиринты Эти слепые рыбки плавают Но не натыкаются ни на какие препятствия И там в этом фильме вы видите объяснение Что из-за того, что эти рыбки водились в темных глубинах Где практически был такой мрак Что зрение не нужно У них глаз нет Но они ориентируются в воде В том пространстве, где они находятся Благодаря тем колебаниям, волнам Которые распространяют И когда волны ударяются о стенки Разные преграды Они возвращаются к рыбкам Вот смотрите, у них очень чувствительные бока И когда приходит отражение тех волн Которые они сами распространяют Они чувствуют, что там преграда В зависимости от того, какая волна Видели там, когда помещали большой шар Рыбки расплывались Потому что большой объект связан Может быть с какой-то большой рыбой С хищницей, нужно бежать А когда там маленький корм Там другие совсем волны Рыбки понимают Тут что-то меньше, чем они сами А если что-то меньше, чем мы сами Это можно всегда съесть И они набрасываются И они это все кушают Вы знаете, я Когда смотрел Этот мультфильм Мультфильм, этот фильм Почему-то у меня внутри были слова Александра Сергеевича Пушкина Знаменитые слова Нам не дано предугадать Как слово наше отзовется И вот я размышлял об этими словами И, конечно же, как бы возражать гению трудно Но мне кажется Хотя, конечно же, часто мы Сами не подозреваем Что произведет наше слово Особенно, если мы говорим Не задумываясь Но в то же самое время Апостол Павел говорит Что, помните, сеющий в плоть От плоти пожнет тление А сеющий в дух Что пожнет? Жизнь вечную Когда мы живем Наша жизнь Это некое распространение волн вокруг себя Ведь мы все совершаем определенные движения Движения наших поступков Движения наших мыслей Движения наших слов Все это Все эти движения Создают определенные волны Определенные колебания Которые рано или поздно отображаются В разных ситуациях В разных обстоятельствах И спустя какое-то время Приходят к нам Возвращаются к нам И дело-то в том, что Когда мы говорим о языке Особенно о том Как Бог говорит к нам Нам бы очень хотелось Чтобы Он нам говорил Как-то часто извне Вот мы Вау! Услышали что-то Но в жизни Чаще всего Бог говорит именно Вот таким языком Как это ни странно Наших же отражений Почему? Да потому что часто Мы не можем Что-то увидеть там Услышать Но когда что-то исходит от нас И оно отражается И возвращается к нам Вот как-то становится более ясно Становится более понятно Я вам поясню Что я имею в виду На одном Таком ярком библейском примере Давайте откроем Вторую книгу Царств Двенадцатую главу Я сразу хочу заметить Что Вот этот принцип Когда Ориентируются Или получают информацию Животные Через отражения Как вот эти рыбки Ориентируются Ориентируются на отражение Ориентируются на отражение Своих собственных волн Так они отражаются в пространстве И как я сказал Это один из тех методов Как Бог Общается С нами Как Бог что-то Показывает нам Как Бог что-то Раскрывает нам И вот смотрите Вторая книга Царств Двенадцатая Голова Можно прочитать А с первого стиха Прочитаем И послал Господь Нафана Это пророк К Давиду Это царь И тот пришел к нему И сказал В одном городе Было два человека Один богатый А другой бедный У богатого было Очень много Мелкого и крупного скота А у бедного Ничего Кроме одной овечки Которую он купил Маленькую И выкормил И она выросла у него Вместе с детьми его От хлеба его Она ела И из его чаши пила И на груди у него Спала И была для него Как дочь И пришел К богатому человеку Странник И тот пожалел Взять из своих Овец и леволов Чтобы приготовить Обед для странника Который пришел к нему А взял овечку бедника И приготовил ее Для человека Который пришел к нему Сильно разгневался Давид на этого человека И сказал Нафану Жив Господь Достоин смерти Человек Сделавший это И за овечку Он должен заплатить Вчетверо За то, что он сделал это И за то, что Не имел сострадания И сказал Нафан Давиду Ты Тот человек Так говорит Господь Бог Израилев Я помазал тебя В цари над Израилем И избавил тебя От руки Саула И дал тебе Дом Господина твоего Жен Господина твоего Налона твоего И дал тебе Дом Израилев И Иудин И если этого Для тебя мало Прибавил бы тебе Еще больше Зачем же ты Пренебрег Слово Господа Сделав злое Предачами его Урию Хитиянина Ты поразил Мечом Жену его Взял себе В жену А его ты Убил мечом Амонитян И так Не отступит Меч от дома Твоего Вовеки За то, что Ты пренебрег Меня И взял жену Урию Хитиянина И чтобы Она была Тебе Женою И вот посмотрите Очень часто Мы Сами В себе Многого Не замечаем И не видим И очень даже часто Ну Я думаю Вы все это переживали Когда слышишь Какие-то проповеди Там И ты чувствуешь Что Бог обличает Очень легко Получать обличение Не для себя А для соседа И вот ты вот сидишь И думаешь Вот как точно Пастор сейчас сказал Вот Вот жалко Сестра Маша Сегодня отсутствует Это же прямо Вот для нее Вот как назло Она в этот раз Как раз Заболела Не пришла в церковь А ведь Бог Говорил для нее Да Или там Для брата Сергея Вот прямо Вот Вся проповедь Целиком для него И ты вот сидишь И ты столько Откровений получаешь Но не для себя только Да Ты получаешь Для братьев Для сестер Эти обличения Эти Исправления Все для кого-то другого И мы в себе Это не видим Мы в себе Не замечаем И Бог В нашей жизни Создает Разные ситуации Разные обстоятельства Которые Отражают Нас же Самих А мы Часто не понимаем Это Мы думаем Ой Что у меня В жизни Такое происходит Что такое В жизни Случается Потому что Мы Мы в себе Это не видим А вот Через отражение Через Других людей Через другие Ситуации Через другие Обстоятельства Да Вот которые Вокруг нас Мы вдруг Начинаем Видеть Но важно Понять Мы не просто Видим что-то Вокруг Мы видим Прежде всего Самого Себя И Поймите Дело в том Что вот Мы Люди Мы всегда Найдем Себе Оправдание Оправдание Оно пошло С Эдемского Сада С первого Греха Когда Бог Обратился К человеку Говорит Ну Что вы Что вы Там Что вы Сделали И тут же Стало оправдаться Адаму Говорит Бог Да это я Не виноват Ты же знаешь Какой я человек Я вообще Очень хороший человек Но жена Ты же понимаешь Вот ты сам Дал ее мне Да Я же не виноват Что такое А мне досталось Я не могу С ним быть добрый Я извини с ней Злой Очень Да Я тебе хороший Но такая жена Не могу жить так Чтобы вот понимаешь Не вести себя Агрессивно И как бы ты не виноват А она виновата И у нее спрашивают Она говорит Да господи Ты же сотворил Эту змею Да Вот Змей виноват Вот он подошел Сюда заговорил со мной Вот Если бы он молчал Если бы вообще Змея не было Вообще бы Никаких проблем не было Да То всегда человек Оправдывается Да Там Я не знаю Там Если бы у этого змея спросили Он бы сказал Там Канарейки меня научили Канарейки сказали Мы же нам Мы всегда найдем Кого-то Крайнего Кого-то Кто вот Мы не виноваты Вот Не виновен В крайней степени Прямо ты вот Не виновен совершенно И вот ты с таким Невиновным Мы понимаем Ну да Я не идеальный Ну да А я такой вот человек Вот Ну Ну не совсем Идеальный Конечно Но Хороший я же Внутри Сердце-то у меня Хорошее Ну да Бывает там Ну хороший я человек И мы не понимаем Даже Что то Что мы делаем Насколько порой Это бывает Ужасно Насколько это бывает Болезненно И тогда Бог Созидает в нашей жизни Разные Ситуации Разные обстоятельства Которые окружают нас Для того Только Чтобы показать Со стороны Нас же самих Как некое Вот это вот Эхо Или отражение Чтобы вот Увидеть Вот ты в себе Не видишь Так вот Ты вот Хоть так Как это Это увидеть Потому что Вот Давид Ну наверняка Он уже как-то Себя оправдывал Ну вот Ну как Вот Господь Я не знаю Вот Ну вот Так вот Устал я Не пошел На войну Там не пошел А почему Ты на войну Не пошел А к чужой жене Пошел Ну вот Как-то Вот не знаю Ну вот Не знаю Понравилось Легла мне на сердце Вот так Как-то Вот все Получилось Ну хорошо А что Что ее мужа Убил Ну как-то Вот не знаю Вот как-то Вот убил Ну как-то вот все, ну не сам же, не своими руками. Вот я как-то же, ну не знал, вот он там встал на передовой, ну ты же сам повелел его туда поставить. Это в принципе ты убийца, хоть и, может быть, не своими руками. Но ты же все это совершил, да? Но мы не видим этого в себе. Для себя мы всегда белые и пушистые, такие хорошие раз хорошие. Недаром говорят, что окружающих мы всегда судим по их делам, а себя по мотивам. Ну может быть, да, я делаю какие-то дела не очень, но я не хотел плохого. Не хотел я плохого, хорошего хотел. И вот Бог это созидает. Вот посмотри. И послал пророка, который нарисовал ему историю, которая отображала самого Давида. И смотрите, когда пришло отражение дел Давида через как бы другую ситуацию, бедняк со своей маленькой овечкой, который потерял ее только потому, что богач не захотел ради своего гостя ничего брать от себя и забрал у того, у кого кроме этой овечки ничего и не было. И Давид разгневался. То есть, понимаете, когда мы в себе не видим это, но мы видим в других, у нас такой гнев приходит. Да как же так? Вообще такой человек, как ходить только такой человек может по земле? Что не понимает ничего, что ли? И прямо в гнев пришел. И тут пророк показал на него пальцем и сказал, ты тот человек. Ты. И вы знаете, я вот эта фраза пригвоздила. Так это же твое отражение. Это же твое отражение. Это вот-вот то, что ты делаешь, вот так оно выглядит. Вот оно так приходит к тебе. Нравится? Нравится? Потому что мы очень часто, драгоценные, склонны негодовать на Бога. Почему вот как-то у всех вот так? А у нас сложности. Вокруг вот всех такие вот дети, как дети. А у меня не поймешь что? У всех такие прямо послушные сидят на уроке пятерки, получают. А мой-то? За что мне это? Уж я его и воспитываю, и как вот? И мы не понимаем, что в нашей жизни, как это порой несложно признать, ничего не бывает случайно. Если мы верим, что все в Божьих руках, если мы верим, что Он Творец и все держит всю Вселенную, то все, даже то, что мы, может быть, нам не нравится, мы не хотели бы видеть, все в Его руках. В себе мы не видим. Бог вот так к нам, через наше же отражение, к нам и стучится. Для чего? Для того, чтобы мы, как эта рыбка, не стукались, не бились в стенки, не разбивали себе напрасно лбы. Чтобы мы хоть так могли увидеть. Да, мы видим, в жизни Давида был ущерб, но он, слава Богу, остался жив. Он раскаялся и остался царем в Израиле. Услышал это через отражение. Так прямо не увидел в себе. А вот так вот до него, наконец-то, дошло. Точно так же, помните, мы с вами разбирали в прошлое собрание, мы говорили о жизни Иакова. Ведь у Иакова тоже то же самое. Хитрющий человек, который все дела свои вот так вот решал. Да, вот так решал. Как вот с рождения за пятку схватился старшего брата Исава. Вот так вот, обманом. Это удивительно. Человек ценил духовные вещи, ценил благословение отца, но шел к этим благословениям путем обмана, путем маскарада, путем разных манипуляций. И вся его жизнь была такая. Вот Иаков, хитрец, где-то там пролезет, где-то схитрит, где-то чего-то недоговорит, а где-то там чего-то вот такое. И как-то, смотришь, держался более-менее на плаву. И потом, когда брат старший Исав мощный узнал, что Иаков его младший брательник обманул, он просто был в неистовстве, и Иаков побежал от него. И наверняка еще этот человек жаловался, Господь, вот за что мне это? Вот за что мне это? Что же такая семья-то у меня, брат-то у меня такой злой? Потому что мы не видим, что сами причины этого, сеющие вплоть пожинают тление, пожинают проблемы, вот плотские дела, плотские волны, которые мы вокруг себя распространяем и приносят нам соответствующие вещи. А мы думаем, ой, какие мы жертвы, мы жертвы судьбы, с нами так все плохо, так все ужасно, а мы такие хорошие, а все так... Нет, это не все так просто. И он побежал наверняка в негодовании, приходится вот дом отца покидать из-за таких вот агрессивных родственничков. Побежал и оказался у своего доброго дядюшки, Лавана, который его принял с распростертыми объятиями. Проблема была только в том, что этот Лаван был еще большим хитрецом, как Иаков. То есть он, может быть, был таким же хитрым, но он был более опытным. И он начал просто-напросто использовать своего племянника Иакова. Там разными, тоже опять, манипуляциями. Хочешь жениться на моей дочке? Ну там давай, отработай. Отработай. За скот сначала, помните, там, да, пошло. Начал отрабатывать. Это вот не три месяца бесплатно, как вот нам Дмитрий рассказывал. Это годами работал. Работал, 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 отработал там. Потом за жену работал. Помните, да, это все истории? А тот смотрит, очень работник хороший. Сейчас отдам ему дочь. Я вам отдал другую дочь, которую тот вообще не хотел. Вот. А тот такой раз, так я же не за ту. Он говорит, ну, за другую надо еще поработать столько же. И, короче, издевался над ним годами, обманывал, обманывал его годами. Почему? Да это было отражение волн его собственной жизни. Вот такой и пришел Лаван. Думаешь, Господи, почему вокруг меня такие ужасные люди собираются? Так это ты и есть. Вокруг тебя твое зеркало. Вокруг тебя твое изображение. Это эхо твоих дел. Это эхо твоих слов. Эхо твоих мыслей. Твоих мыслей. Я помню. Помните, это вещи вроде такие простые, но мы не понимаем. И сколько раз я видел примеров людей, когда некоторые верующие в церкви, знаете, бывает, приходит горький корень. Горький корень. И это было и в первой церкви. Апостол говорит, чтобы никого не возник, горький корень не отравил вас. Иногда появляется горький корень внутри, когда вдруг нам кажется, судьба несправедлива с нами, жизнь несправедлива с нами. Вот приходит вот такое. Все с нами несправедливо. И мы недовольны всем. Ну, на Бога трудно обижаться, как-то далеко, да? А вот на ближних, на всех. И люди начинают часто гадости говорить за спиной, друг про друга, про служителей, бывает, говорят. Я иногда встречаюсь с такими людьми, когда знаю, говорю, послушай, говорю, ну, ты сам не понимаешь, ты пожнешь то, что ты сеешь. А люди, да нет, что ты тут? Им кажется, что... А потом проходит время, и смотришь, и про них начинают говорить гадости. И про них начинают говорить сплетни. Отражение словно к ним приходит. Как я говорил там пасторам, которые разделяли церковь. Говорю, поймите, вот вы приходите, разделяете церковь, вы же потом получите отражение в своей жизни, и ваши церкви будут разделены. Нет! Им кажется, что вот они по справедливости тут все. А потом проходит время, ба-бах, и в их жизни то же самое приходит. То есть они сталкиваются словно с самими собой. только в других либо людях, либо ситуациях, либо разных обстоятельствах. И ты скажешь, Господи, что это такое вокруг меня? Ужасное! Это не ужасное. Это зеркало. Это эхо. Это отражение. Отражение того, что ты совершаешь. И Бог это хочет только для одного. Показать тебе, тебя же самого. Как он это сделал, мы видим, в жизни, в жизни Давида, да, некое, некое отражение, чтобы ты хоть так услышал, хоть так услышал. И вот посмотрите, откроем 1 Коринфянам, тринадцатую главу. Я прочитаю это по современному переводу, этот стих. У нас на экранах будет по синодальному. И вот двенадцатый стих. Мы сейчас видим неясно. Знаменитая тринадцатая глава, я вчера как раз читал ее на венчании, глава о любви. И вот в конце этой главы апостол пишет, мы сейчас видим неясно, как отражение в тусклом зеркале. Тогда же увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю лишь отчасти. Тогда же буду знать так же совершенно, как меня знает Бог. Вы знаете, вот этот принцип мы сегодня видим неясно, как отражение в тусклом зеркале. Это очень часто. Бог говорит с нами именно языком отражений. Да, это не совсем ясно, это не совсем как-то бывает четко, но важно уметь овладеть этим языком и понимать разные люди, разные ситуации, разные обстоятельства. Это очень часто язык Господа, Слово Господа, обращенное прямо к тебе, прямо к нам. Когда Бог говорит, когда Бог что-то пытается показать нам, раскрыть, нам бы, конечно, хотелось вот ясной речи Господа. Что нам делать, чего не делать, куда идти, куда не идти. А Бог говорит, ну, на небесах все будет лицом к лицу, а здесь на земле ты должен уметь слышать вот именно язык отражений, то, что отражается. Как еще происходит это отражение? Я открою притчу, 27 главу, и тоже прочитаю по современному переводу Библии. Это местописание. На экране будет синодальный текст, а я прочитаю современный перевод. 27 глава, притч, 19 стих. Как вода отражает лицо, так человеческое сердце человека. Вот если ты скажешь, пастор, вот есть ли менее болезненный путь? Вот не получать такую обратку через ситуации трудные, через людей непростых там. Ну, можно как-то, чтобы Бог ко мне говорил, ну, не через Лаванов как-то, помиловал меня вот от таких знакомств. Да? Можно? Как это происходит? Драгоценное, это и есть во многом суть молитвы. Как вода отражает лицо, так сердце человеческое человека. Когда драгоценные мы молимся, важно уметь, ну, знаете, говоря таким языком, вглядываться в себя. Когда ты вглядываешься в себя, вот, чистые сердцем, они Бога узрят. И во многом ты можешь, узрев Бога, узреть себя, узреть свое состояние. Если наши молитвы, знаете, очень интересно, вот помните, Иисус часто говорил, люди устами чтут меня, а сердцем далеки от меня. Очень часто, поймите, мы боимся подключать к нашей духовной жизни, к нашему служению, к нашим собраниям, мы боимся подключать нашего внутреннего человека. Потому что, ну, Бог может показать то, чего ты не хочешь увидеть. И поэтому это нам как-то вот не хочется. И мы как бы отгораживаемся просто внешним проявлением. Поем, кричим, что-то так говорим друг к другу. Алюзия, брат, все хорошо. Но в действительности это лишь внешность, это лишь наши как бы внешние поступки, это не больше, чем слова. За этим ничего не стоит. Помолились, о, Господь, давай, спаси Россию, помоги нашему городу родимую, благослови нашу церковь. Это как-то помолились, вот, и побежали дальше. Но словно вот глубоко в тебя ничего не прошло. И даже такие люди не боятся, чтобы что-то вошло глубоко. Вот так поверхностно. Так возникает в христианстве обряда верия. Совершили обряды, причем мы думаем, обряда верия, ну, это понятно, у нас там есть так называемые исторические церкви, там много обрядов. Обряда верия, это беда, которая может постичь любую церковь, в том числе и протестантскую, и харизматическую церковь может постичь. Когда у нас просто одни обряды, вот, сейчас помолились за нужды, за мечты помолились, попели, проповедь послушали, кофе попили, домой пошли, вот так вот, все внешне. А когда ты начинаешь молиться по-настоящему, поклоняться по-настоящему, как говорил Иисус, в духе и в истине, а не просто устами, не просто звуками, когда ты внутренность свою подключаешь, свой дух к этому, то очень часто происходит такая вещь, когда вот в твоем сердце ты начинаешь сам отражаться. Я это очень часто переживаю. Именно вот во время молитвы, когда я сижу, в том числе во время молитвы, созерцание это происходит, ты сидишь, да, открываешь свое сердце, вот, и какое-то время, там, знаете, мутная вода, нужно, чтобы все, суета, все отошло, и ты успокоился. Поэтому важно уделять молитве время, а не просто там раз, пять минут, так быстро, Боже, это, 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 все, рассказал тебе, что надо сделать, аминь, и пошел домой. А когда ты вот остановился и начал, вот, успокоился и начал как бы вглядываться в себя, то часто сердце начинает отображать, потому что ведь совесть это и есть голос нашего сердца. Можно совесть заглушить, не слушать сердце, не смотреть, разбить это отображение, Библия говорит, есть люди, сожженные в своей совести, которые уже ничего не воспринимают, да, но ведь мы не должны быть такими, поэтому важно настолько быть внимательным. Мы часто, вот, что мы ожидаем, знаете, вот в этом молитвенном состоянии, когда мы пред Господом находимся, наше сердце вдруг начинает отображать нас самих, и мы словно себя же самого начинаем видеть как бы в новом свете глазами Божьими, глазами Божьими, благодаря нашему Духу Возрожденному, благодаря нашему сердцу, когда словно твое возрожденное сердце начинает обличать тебя же самого, и ты не замечал, что ты делал, не понимал, что ты говорил, но вот эти вот волны во время твоей молитвы, отображаясь от чистого сердца, начинает раскрывать словно тебя самого в новом свете, и ты вдруг начинаешь понимать, да, есть, что менять, есть, в чем каяться, есть, в чем преображаться, нам гораздо проще во время молитв призывать Божью силу и Божью помощь, чтобы Бог разобрался со всеми нашими врагами, Господь, помоги, этот лаван, он уже, я не могу больше, Господи, накажи этого лавана, там, и мы начинаем промаливать, подожди, убери лавана, так Бог его к тебе и привел, то есть ты пытаешься в молитве решить свои проблемы часто, вместо того, чтобы увидеть себя самого, ведь очень часто проблема не в лаванах, а именно в нас самих, но как нам это увидеть без лаванов-то, поэтому, вот вы знаете, каждый из нас сейчас находится в каких-то определенных ситуациях, и 100% каждого человека в этом зале или кто смотрит онлайн-трансляцию, что-то не устраивает, очень часто, какие-то вещи не устраивают, какие-то люди не устраивают, какие-то ситуации не устраивают, и мы думаем, вот все хорошо, но вот этого бы не было, было бы раз чудесно, а это есть, как будто Бог не досмотрел, или специально хочет нам жизнь подпортить, чтобы нам слишком весело не было, а в действительности драгоценное. Бог привел все это к тебе, чтобы показать, вот смотри, ты негодуешь на этого богача, который, жалея свое огромное имущество, не жалеет бедняков с их овечками, как это, знаете, картина сегодня актуальна и для нашей страны, да, и вообще для современного общества. мало что поменялось, только вот увидеть себя в этом, потому что мы для себя белые, пушистые, мы разбогатели благодаря своему труду, а этот бедняк, бедный, потому что лентяй. А может быть, ты его таким сделал, ты не думал? А может быть, ты его обобрал, ты не думал? Драгоценный христианский бизнесмен не думал об этом? Когда ты начинаешь вот эти вещи все вдруг воспринимать, когда ты вдруг начинаешь, эти вещи перед тобой начинают раскрываться, ты вдруг начинаешь видеть в этом самого себя, и это очень больно, но это целебно, это целебно. Детям стараются лекарства делать в сладком сиропе, но в действительности почему-то вот лекарства неприятные, невкусные, как ты их не подслащивай, неприятные они, но одновременно целебные. Точно так же в нашей жизни часто есть какие-то вещи неприятные, ты скажешь, Боже, для чего? Да чтобы исцелить тебя, потому что ты иначе часто не понимаешь, ты не видишь, и часто уже как последний аргумент Бог приводит вот этот язык отражения. Ну, не слышишь себя в своем сердце, не слышишь отражения себя внутри в своем возрожденном духе, не слышишь голос совести, пренебрегаешь, ну тогда совне пойдут вот эти ситуации. Это уже следующий этап. Но даже в этом, послушайте, Божья любовь, потому что Бог заинтересован в тебе, Бог заинтересован прежде всего, вот поймите, не в том, что в этой жизни происходит, в твоем там успехе, карьере, чтобы все было удачно, хорошо, потому что все это временно. Но наш дух, наше сердце, это то, что пойдет в вечность и то, что в нас для Бога намного более важно, чем то, что происходит вокруг нас. И все, что происходит вокруг нас, Бог часто специально созидает только для того, чтобы что-то изменить внутри нас. И вот эти ситуации, которые являются просто-напросто отражением волн наших собственных, волн наших дел, наших поступков, мыслей, слов, чтобы показать, Боже, почему так много плоти вокруг? А может быть, потому что ты сеешь в плоть? Почему так много зла? А может быть, потому что ты сеешь зло? Почему так много обмана? а может потому, что ты сеешь обман, это к тебе просто возвращается, возвращается, как волны от рыбки, как эхо для летучих мышей, чтобы ты хоть как-то начал ориентироваться и не разбился в конец, не удалился в конец. Поэтому, когда мы молимся, вот слушайте внутри себя, как писал пророк, стоя на башне, внимал, да, что скажет он во мне, что отобразится в твоем сердце. И очень часто в нашем сердце отображается наша же жизнь, как в зеркале. Причем не так отображается, как мы ее видим нашим умом, нашими фантазиями, нашими мыслями, которые всегда нас оправдывают. Наша психика, она так устроена, всегда нас оправдывать. А в сердце вдруг мы видим, да, все кажется несколько иначе, все несколько по-другому. Вот почему мы видим в Библии, как часто люди во время молитв, они сокрушались. Мы часто что-то промаливаем, мы часто что-то вот, нам все надо поменять вокруг, вот, нашими молитвами. Это неплохо. Я не против этого. Я просто говорю о том, что насколько часто молитвы меняют не вселенную вокруг тебя, а тебя самого. Насколько часто ты в молитвах видишь, что тебе нужно измениться. И может быть то, что тебе не нравится в твоей жизни, оно может измениться, как? Через твое собственное изменение. И никак иначе. Но ты не понимаешь. Я помню, рассказывал историю, да, вот, когда мы с моей супругой, с Дианой только-только поженились, вот, мне всегда в ней нравилось одно качество. Вот, вот, если она не права, она никогда не отпиралась. Вот, не права, ой, прости. Вот, я думаю, как вот, молодец, вот она. Молодец. Не упирается. Не виляет. как Яков. Молодец. Проходило время. И я смотрю, это чудесное качество в ее жизни. Как-то стало все меньше и меньше. И смотрю, она так часто, вот, не права, а что-то доказывает мне. Я прямо опешил. Думаю, где та честная девочка, на которой я женился? Откуда взялась эта хитрая женщина? Которая вот так, вот так, вот так, вот она виновата, а делает так, что я виноват. Я помню, я как-то прямо аж негодовал. Думаю, что ж такое? Что ж так? Люди-то меняются не в хорошую сторону, живя с такими прекрасными мужами божьими. что самое-то удивительное. И я, знаете, я вот на всю жизнь запомнил один момент, когда я помню, я вот как-то так же был в молитве. Я думаю, как-то надо молиться за Диану, что-то как-то, ну как-то это, как-то вот, если человек не понимает свою ошибку, он же ведь не изменится. Она не понимает, значит, она не поменяется, и страшно. Вот. Я молился, помню, и вдруг, знаете, Господь, он словно отобразил меня самого во время молитвы в моем же собственном сердце. И я вдруг увидел, что да, она была такая, да, но я, проповедник, всегда мог своими устами выгродить себя всегда. И если я был, она признавалась, а если я не прав, я всегда так ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, и в итоге, как бы, она виновата, и когда она виновата, она виновата, когда и я виноват. Я вот так вот, ну, мог как-то выворачиваться, все, вот знаете, вот так вот, раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз, и она как бы извинялась завсегда. Вот. Вот. Я молюсь, и вдруг начинаю это видеть, и словно Бог мне говорит, так это ты ее сделал такой, она просто отобразила тебя же самого. Вот ты так вот вел себя, и она через какое-то время стала вести себя. Не нравится? Так посмотри на себя самого. И вы знаете, вот я, это, конечно, так весело слушать спустя много лет, но как это было горько признать внутри. Понимаете, да? Я вдруг видел, что я как эта рыбка. Я в себе ведь не замечал этого. Мне казалось, ну, слава Господу, аллилуйя, но вот эти волны, которые ко мне стали возвращаться, меня напрягли. Это что такое? Откуда такое взялось? Да от тебя же самого! Откуда такой вонючий, неприятный ультразвук? Да-да, ты и распрещался. Ты. И вот ты вдруг начинаешь видеть в ней себя самого. И ты понимаешь, если ты хочешь, чтобы это изменилось, сколько бы ты ей не толдычил, будь как раньше, давай так же веди, ничего не поменяется. Через тебя ты это изменил, через тебя ты должен все восстановить. Понимаете, да? Ты должен все восстановить. И таких ситуаций сотни, если не тысячи в наших жизнях. Когда мы пытаемся изменить все вокруг, не понимая, да мы сами все это создали, мы сами привлекли к себе вот таких ужасных людей, да, неприятных, но это лишь эхо той волны, которая исходит из нашей жизни. Не нравится эхо? Голос поменяй свой. Не нравится волна? Ну, по-другому. Начинай двигаться по-другому. Начинай мыслить. По-другому начинай говорить. И все изменится в твоей жизни. Вы знаете, такой вроде бы простой секрет, но как его не хочется принимать для себя лично? Вот для ближних хочется принимать. Думаешь, точно вот залка сестра Маши нет сегодня. Это прям Виктор для нее не говорит. Она же всегда такая хитрая у нас была. Но почему сестра Маша возникла в твоей жизни? Ты не задумывался? Может, она кое-кого отображает? И в самом конце я хочу открыть еще одно место из послания апостола Павла, но уже к Ефесиным. Четвертую главу. И я тоже прочитаю по современному переводу это место писания послания к Ефесиным. Четвертая глава пятнадцатый стих. Хочется все-таки закончить на хорошем, да? Тут думаешь, Господи, и так мне плохо было. Такая жизнь ужасная. Пришел в церковь, пастор сказал, что все это из-за меня. Моя ужасная жизнь отображение ужасного меня. Ужасный я. Да, не весело. А мы кончим на веселой ноте. Все-таки мы же харизматическая церковь, мы должны как-то в конце повеселиться хотя бы немножко. Ефесиным, четвертая глава, пятнадцатый стих. Современный перевод. Но, говоря с любовью истину, мы, пишет апостол Павел, будем возрастать во всем отражая характер, Христа, который является главой. И не только в нашей жизни мы получаем отражение наших дел, поступков, слов, но и Христос также желает отобразиться в своем народе и в своей церкви. Поэтому, вы знаете, когда вот думаешь, Господи, неужели я когда-нибудь смогу в своем характере быть отражением Христа? Да? Как это происходит? Помните, пророк Исаия пишет, Бог посылает свое слово для того, чтобы оно, помните, не возвращалось к нему каким? тщетным, но производило ту работу, для которой он его посылает. Точно так же Бог вокруг себя распространяет эти волны, Бог распространяет свое слово. И когда слово Божье входит в наши жизни, когда вот как сегодня мы читаем места Писания, мы исследуем их, мы размышляем, мы соотносим с нашей жизнью и делаем это, что очень важно, честно, то это слово сверхъестественным образом начинает преобразовывать нас, преобразовывать наше сердце. Только очень важно не прятаться, не прятаться. Помните, давным-давно у меня была такая проповедь «Покрывало Моисеева». Даже книжка есть «Маски, корыдущие лица», помните, да, основана на этой проповеди была, где я показал вот эту историю, как Моисей полагал «Покрывало», да, и там четко показано, что в начале Моисей полагал на себя «Покрывало», чтобы слава Божья не шокировала народ, а потом слава Божья прошла, но Моисей полагал на себя «Покрывало», чтобы никто это не замечал, и все думали, что все по-старому. Вот когда мы нечастны, когда мы строим вид, когда мы надеваем на себя маску, я радостен, слава Господу, тогда ты не отображаешь Христа, потому что Христу не нужны маски, Ему нужны настоящие люди. Я помню, когда я изучал биографию Элвиса Пресли, мне там один очень сюжет позабавил, когда Элвис там записывал какие-то альбомы, то его часто фанаты собирались, и у входа там толпа людей, и чтобы как-то не преследовали их, то часто Элвис ложился на заднее сиденье, его покрывали, машина выезжала, все видели, что Элвиса в машине нет, машина уезжала, и никто их не преследовал, так они скрывались, Элвис спрятался, его так накрывали пиджаком, люди выезжали, в машине Элвиса не было, все. Потом прошло время, и в определенный момент популярность Элвиса стала, там был момент 60-е годы, его стало сильно падать, вот, и уже толпы людей не собирались у звукозаписывающих студий, там, каких-то вещей, чтобы там не было уже, никого не было, но друзья Элвиса не хотели расстраивать Элвиса, и когда они выезжали, они накрывали Элвиса, он лежал там на сиденье и спрашивал, ну что, что, он говорит, лежи, лежи, тут люди, люди, а никого вообще нету, лежи, лежи, Элвис, тут прям фанаты атакуют, давай давай прячься, прячься, я Элвис долгое время даже не понимал, что ему нет кого прятаться, было, знаете, вот эта вот картина, она так ярко, вот когда что-то проходит, а мы все пытаемся делать вид, что ничего не изменилось, да, мы не живем, как я часто в последнее время подчеркиваю, вот настоящим днем, мы живем прошлыми вещами, какими-то одеваем на себя, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и мы закрыты от того, что происходит в нашей жизни сегодня, поэтому мы не ловим отражений, мы живем в мифическом мире, драгоценное, сегодня то, что происходит, то, что отражается, через это Бог говорит к нам, именно то, что нам необходимо знать и слышать сегодня, то, что нам с вами необходимо видеть в своей жизни, в своем сердце сегодня, поэтому не нужно прятаться, не нужно одевать маски, не нужно делать вид, что все так хорошо, слава Господу, ну так же ничего не изменится, нужно видеть реальность открытым лицом, как в зеркале, только тогда ты сможешь видеть отражение, открытым лицом, как в зеркале, тогда ты сможешь увидеть отражение, значит, ты просто будешь жить в иллюзиях, и вот именно языком отражения Господь часто говорит к нам, сейчас, давайте закроем глаза и склоним голову, я бы очень хотел, очень хотел, чтобы эта пробоведь прозвучала не вообще, а конкретно для каждого человека в этом зале, и сейчас сидя в молитвенном состоянии, посмотри на то, что происходит в твоей жизни сегодня, посмотри, не прячешься ли ты от отражений, не прячешься ли ты вот от этого языка, не стал ли ты глухим, не списываешь ли ты все проблемы, которые происходят в твоей жизни на то, что вот сатанюка прям рассверепел, а может быть это ты что-то утратил, а может быть это ты в чем-то заблудился, а может быть это ты перестал что-то замечать в себе, стал черствым, сердце черствое, там отзвуков уже нет, во время молитвы нет, и Бог тогда хотя бы через ситуации жизни пытается сказать что-то тебе, показать тебе, чтобы до тебя наконец, драгоценный мой, дошло, чтобы ты увидел это, услышал это, увидел вот в этих людях, увидел себя, увидел в каких-то мерзких поступках свои поступки, в себе ты их не замечал, так вот в другом Бог тебе показывает, язык отражений, и послушайте, даже в этом болезненном языке отражений сокрыта Божья любовь, потому что Бог пытается достучаться, чтобы не разбился ты, чтобы твоя жизнь не закончилась катастрофой, вязком, потому что если Бог тебе говорит, пусть даже и так, значит, есть надежда, значит, можно изменить это все, значит, все можно преобразить, главное услышать, поэтому Иисус любил повторять, имеющий уши, да слышит, слышит, важно имея уши, слышит, не просто слушать, а слышит, слышит, что Господь желает тебе показать, что Бог хочет тебе раскрыть, поэтому да, Бога не видел никто никогда, мы не видим Бога, мы похожи в этом, знаете, на этих слепых рыбок, мы не видим Его, но мы можем Его услышать через язык отражений, что Он желает лично нам сказать. всемогущий Господь, мы благодарим Тебя за это слово, которое Ты нам говоришь, за то, что наблюдая за творением, мы можем видеть Творца, ибо творение говорит о Тебе, творение отображает Тебя, и я молю, мой Бог, коснись нас сегодня через этих слепых рыбок, чтобы раскрыть нам важные духовные вещи, истины, которые происходят в нашей жизни, Боже, чтобы отсвоить еще один язык, язык, которым Ты говоришь так часто к нам, а мы не слышим, имея уши, не видим, имея глаза, не понимаем, имея разум. Научи нас, Господь, научи нас, Господь, вглядываться в свое сердце во время молитвы, не для того, чтобы утвердиться в своей правоте или кому-то что-то доказать, а для того, чтобы увидеть ясную картину, увидеть четко и ясно внутри себя, в своем духе, не ближних, а себя увидеть, не пороки наших знакомых, друзей с домашней группы, а себя увидеть свои черные пятна, увидеть свои грехи, свои недостатки, Господь, увидеть себя такими, какими нас видят окружающие. Я молю, мой Бог, чтобы мы были честными в нашей молитве, настоящими. Благослови, чтобы наша молитвенная жизнь была не маскарадом, а настоящей вещью. Также, Господь, я молю, учи нас вглядываться в людей, которые нас окружают в ситуации, чтобы и через это также увидеть собственное эхо, собственное отражение, собственные волны, которые мы распространяем вокруг себя. Отражение этих волн уйдете. Помоги, Господи, благослови, Иисус. Аллилуйя. Слава Тебя, Иисус. Иисус. Слава Слава Господи! В честь и хвала Тебе! Возьми еще раз ближних за руки. Господь, спасибо Тебе за людей, которых Ты помещаешь рядом с нами. Боже, мы так же хотим видеть в этих ближних самого себя. Ты к нам часто говоришь через наших ближних. Наши ближние, те люди, которые в тот или иной период оказываются вокруг, отображают нас самих. Отображают нас, наши дела, Господь, наши поступки. Ты часто говоришь к нам, показывая нас через отражение в других людях, Боже. Дай нам так же это видеть и слышать. Дай нам, Боже, это воспринимать во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе за людей вокруг нас. Слава Тебе, честь и хвала, Иисус! Хвала Тебе, Иисус! Хвала Тебе, Иисус! Слава! Хвала Тебе, Иисус! Аминь! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус!